Небывалая жара бьёт температурные рекорды в Шимкенте до 38 градусов в тени. Когда мороженое, прохладительные напитки не помогают. Спасением для горожан становится ближайший водоём. Самый популярный пляж в городе неофициальный. «Приехали из жилого массива Карабастау. Внук настоял. И так еле усидел на карантине. Вот сижу неподалёку и слежу. Хоть ему и 12 лет, но он ребёнок. Всякое может случиться. Так что я на чеку. Приятно смотреть на детей, как они купаются». Озеро возле верхнего рынка облюбовали дети, живущие по соседству. Здесь, говорят, вода теплее, чем на Кошкарате. «Жарко чем кинуть, поэтому пришёл купаться». В местах стихийного купания отдых на воде опасен, предупреждают спасатели. Однако призывать к благоразумию в период карантина купающихся, похоже, бесполезно. Как и объяснять, что официально купальный сезон в оборудованных для этого местах начнётся в Шенкенте не раньше 1 июня с соблюдением карантинных мер. Водители общественного транспорта уверяют, им всякая погода в радость. Была бы работа. Засиделись на карантине. В новых автобусах есть кондиционеры, а в старых приходится включать вентиляторы и открывать окна. «И в шельде в самую жару приходится работать. Ничего не поделаешь. Мы привыкли. На юге живём». По прогнозам синоптиков, жара в Шенкенте сохранится. В городе будет гораздо выше климатической нормы – около 40 градусов. «27-28-36-38 градусов. Самая жаркая погода ожидается в Утрарском районе. Ночью повышение температуры до 26 градусов, а днём – до 40 градусов. За три дня – от 26 до 28». Взной горожане спасаются в гендропарке, скверах и там, где работают фонтаны. После реконструкции прибавятся отдыхающих и в сквере Шамша-Калдаякова. А пока под тенью деревьев прячутся птицы. Им тоже нужна прохлада.